Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Собственно, как и всегда, мы разбираем события, имевшие место быть на прошлой торговой сессии. Смотрим, как они отработали в динамике финансовых инструментов. И говорим о отчетах, о статистике, о релизах, либо иных новостных информационных поводах, которые ожидаются конкретно именно на текущую дату. Сразу, собственно, к событиям, друзья. Сегодня у нас решение Еврокомиссии по поводу того, что же делать с непослушной Италией. В частности, речь идет о возможных санкциях, возможно, даже о штрафах, которые мы сегодня услышим в формате решения и которые должны сказаться на динамике европейской валюты. Это все, скажем, дисциплинарные способы воздействия на Италию за то, что они не представили в обозначенные сроки пересмотренного проекта дефицита бюджета и, соответственно, нарушили принципы, единые для всех норм и стандарты для всех стран-участников Европейского Союза. Оставить просто так это незамеченным Еврокомиссии не может, но в моменте они ничего не могли предприятия, потому что случаев таких подобных не было. Это фактически беспрецедентные события. И сегодня, друзья, я думаю, что вам так же, как и мне, должно быть интересно, о каких же мерах воздействия на Италию в итоге пойдет речь. И как, в принципе, на эти меры отреагирует политика и курс, скажем так, правящая партия евроскептиков, которые, на мой взгляд, это мое субъективное видение, спят и видят какого-то негативного жеста, шага, прокола Европейского Союза, который заставит их, собственно, снова поднять вопрос о потенциальной автономии от валютного блока. Ну, не такой, конечно же, как мы сейчас наблюдаем и хотели бы видеть в отношениях ЕС и Англии, но, может быть, в случае с Италией ситуация вот этого бракоразводного процесса окажется удачней. Это, конечно же, друзья, только лишь предположение, что дело может дойти до такого, но риск, на мой взгляд, он очевидный, и риск – это все-таки вероятностное событие. Мы о нем должны говорить, тем более, что европейская валюта – это тот инструмент, которым мы торгуем с вами на каждый день. По статистике, сегодня в 16.30 нас ждут несколько отчетов по Штатам. Честно говоря, я уже соскучился по американской статистике и нуждаюсь, наверное, как и вы, ну уж точно, если среди вас есть покупатели доллара, в новых триггерах, потому что до декабрьского повышения процента ставки еще, ой, как далеко, хотелось бы сейчас несколько сместить акценты внимания с темы, связанные с отношениями, скажем, США и Китая, переключиться на статистику, поискать там поддержку для доллара в ней, и сегодня, собственно, эти, ну, потенциальная поддержка от этих отчетов может быть оказана. Мы ждем заявки на пособие по безработице в 16.30 по московскому времени и заказы на товары длительного пользования. То есть, это, ну, статистика, которая будет опубликована в одно и то же время. Разберем мы деталь уже, собственно, завтра, друзья. Ну, я думаю, что в целом будем говорить лишь о позитиве, который сохраняется. В 18.30 запасы нефти – очень важный отчет для нефтянки, хотя, судя по всему, нефть настолько заряжена на сохранение нисходящего тренда, что не нуждается в каком-то дополнительном топливе для себя в качестве стимула для движения, поскольку все те фундаментальные факторы, которые ранее нами обсуждали, сейчас вот навалились с нежным таким комом на покупателей, и, в принципе, оставили их без какой-либо поддержки, против, придали больше уверенности продавцам, которые пользуются ситуацией, пользуются возможностью и трендовой динамикой. Посмотрите, как прекрасно развивается тренд, просто идеальный тренд на рынке нефти сейчас. Я думаю, что прямо за основу можно взять вырезку вот этого нисходящего движения, за основу идеального развития именно одноправленного движения с периодической коррекцией, которая лишь направлена на то, чтобы накопить больше сил и снова попробовать затянуть актив к более низким уровням. Собственно, друзья, очень хорошо то, что мы не поверили в вероятный откат, способный перерасти в серьезную коррекцию по рынку нефти. Очень хорошо, что мы вовремя развернулись и вместе настояли на том, что нужно сплотить свои, собственно, силы и держать нефть как минимум до 60 долларов за баррель, потому что от этой планки нефтянку отделяет фактически сейчас один шаг. Если мы будем говорить в целом по тому, что мы видели на рынке нефти вчера, минимальный уровень 61.71, сейчас котели 63.60, но сегодня, я напоминаю, друзья, мы с вами ждем данные по запасам нефти США, данные по объему нефтедобычи, которые легко могут позволить продавцам, скажем, скосить у капитализации брента еще вот этих 2-3 доллара. Вчера мы видели вовсе снижение на 6% около того по бренду и WTI. В частности, мне было очень интересно, что же могло бы послужить основой для таких распродаж, но, честно говоря, друзья, новостная картина, в принципе, ничуть не изменилась, но из новенького, что можно выделить, это вчерашнее заявление Трампа о том, что США и Саудовская Аравия остаются очень хорошими партнерами. В принципе, даже вот этот инцидент с американским журналистом никак не сказался на отношениях. Вероятно, если порассуждать, такой комментарий несколько успокоил трейдеров, ранее рассчитывавших на то, что если Штаты все-таки предпочтут наказать за это Саудовская Аравия, это может, в конце концов, сказаться на объем поставок. Но сейчас это уже не так, друзья, мы видим то, что этот риск совершенно сейчас неуместен и не достоин того, чтобы мы сейчас о нем говорили. Поэтому возвращаемся мы к прежним проблемам для покупателей и буквально манной небесной для продавцов. Это ситуация, которая связана с ростом глобального предложения со стороны России, со стороны Саудовской Аравии и со стороны США. Я постоянно говорю о американской статистике, надеюсь, что вы уже запомнили какие-то базисные цифры, потому что каждый из этих чисел о росте запасов, о росте нефтедобычи, это серьезнейший аргумент, который указывает на то, что короткие позиции нужно держать дальше. Почему вот за последние месяцы так стремительно стали расти объемы добычи в указанных регионах? Потому что, собственно, говоря в целом про Россию и Саудовскую Аравию, можно даже сказать и США, лучше все-таки пока замкнуть эту идею на Россию и Саудовскую Аравию. Эти регионы попытались сработать на опережение в расчете на то, что санкции против Ирана станут причиной нехватки предложения на глобальном рынке, стали активно наращивать производство, но в итоге санкции вступили в силу. США в самый последний момент приняли решение не запрещать ключевым потребителям закупать иранскую нету. И в конце концов иранская тема так благополучна и канула в лет. В общем, в истории никакого дефицита, нехватки предложений в связи с санкциями не возникло. Поэтому риск изначально по Ирану был переоценен и он не реализовался. Друзья, я говорю вам, что именно так оно и будет еще задолго до того, как вступили в силу эти американские санкции. Но поскольку параллельно с этим все-таки страны увеличивали добычу, мы сейчас вот уперлись в принципе в то, во что должны были упереться. Это перенасыщение рынка. И будем, я думаю, говорить об этом еще очень долгое время. Можно отметить также в качестве причин снижения нефти распродажи тотального риска, в целом всех рисковых инструментов. И нефть – это один из представителей, скажем, этой категории активов. Причина, да и их тоже очень много, этих факторов. От более слабых темпов экономического роста, то есть такая глобальная, размытая причина, до более локальных и актуальных неопределенностей политической у Англии и Италии. Это оказывает определенное воздействие на настроение трейдеров и, соответственно, приводит к тому, что какие-то инструменты пользуются большим спросом, какие-то меньшим спросом. Сегодня, друзья, в 18.30 следим за динамикой по росту запасов и объему нефтедобычи. Напомню, что сейчас в Штатах добывается 11,7 миллиона баррелей. Я допускаю то, что рост может быть продолжен. По запасам стараюсь держать в голове динамику недельную. Недельную сколько у нас, в принципе, недель подряд, но из-за того, что приходится работать с большим количеством цифр, иногда могу быть неточным, друзья. Но 8 недель запасы растут, и вполне возможно, что прошлой неделе не стало исключением. Соответственно, сегодня, поскольку мы все-таки не сделали 60 долларов за баррель, поскольку сегодня есть хороший фундаментальный трингер, я бы предпочел все-таки попробовать зацепиться за обязательный тест данного уровня. Ну, а там уже будет видно, как действовать дальше. Пока что я крайне доволен тем, что происходит на энергетической, на рынке энергетики в этой отрасли. Надеюсь, друзья, то, что вы тоже, потому что этот рынок буквально раздает деньги. Рубль 66.16. После того, как мы закончим сегодняшний брифинг, я первым делом, друзья, открою график доллара-рубля, потому что мне крайне интересно посмотреть, где же рубль будет сегодня. Уверен в том, что если раньше ему удавалось противостоять на каком-то фундаментальном позитиве в виде отложенных санкций и налогового периода, то 6% минуса по бренду – это уже слишком. Поэтому сегодня мы ждем давление на рубль и, собственно, продолжаем, как и раньше, настаивать на его неизбежной девальвации в такой предновогодний период. Если вы замешивались раньше, все-таки покупать валюту или нет против рубля, друзья, есть еще возможность, но она вот-вот будет упущена. У вас есть еще месяц, чтобы неплохо заработать. Евро против доллара 1.1371. Вчера мы только говорили о котировках 1.1450. Также я подмечал то, что динамика евро практически никак не соотносится с тем фундаментом, который имеет место быть. Мы говорим о все еще как таковом отсутствии соглашения по Брейситу. Точнее, формально оно есть, но мы видим, насколько вот эта позиция против очевидна со стороны ряда высокопоставленных чиновников. Голосование в парламенте, в кабинете министров Англии состоялось. Вроде бы как это соглашение утвердили, но потом сразу же возникло множество «но» в виде отставок чиновников, в том числе и Доминика Раппа. Напомню то, что отставка чиновников, в принципе, это свидетельство того, что они вовсе хотят держаться подальше от вот этого документа, чтобы не ассоциировать его с собой, потому что, по их мнению, то, что сейчас протащила Тереза Мэй, то те условия, на которых она говорила с Европейским Союзом, это документ, который ввергнет британскую экономику в состояние экономического хаоса. Напомню, что дальше процедура или, скажем так, дорожная карта того, что должно быть по Брэкзиту, выйдет следующим образом. 25 ноября, то есть, получается, в это воскресенье пройдет саммит Европейского Союза, где будет обсуждаться этот документ. Нужно, чтобы его поддержали все европейские страны. Ну, поскольку тема Брэкзита, она косвенно, ну, в отношении отдельных стран косвенно, в отношении других стран напрямую воздействует на всех членов валютного блока. И вот, по последним данным, Испания может проголосовать против этого соглашения, поскольку очень спорный вопрос по поводу Гибралтара. Если вам интересно, можете поискать в интернете, опять же, с чем связано недовольство Испании, ну, это, опять же, вопрос такого территориального субъекта, и граница самый острый вопрос. И так вот просто на уступки, я думаю, что вряд ли кто-то пойдет. После того, как пройдет саммит Европейского Союза, снова нас ожидает, ну, точнее, не снова, первый раз нас ожидает голосование по этому документу в Европарламенте, и потом повторно еще одно голосование среди британских уже законодателей. В общем, очень много еще ступеней нужно пройти документу, а ситуация все хуже и хуже. Я думаю, что все уже говорят о рисках Брексита, собственно, без хороших условий сделки, то есть жесткого Брексита. Соответственно, мы говорили также о Уотуме, недоверии, Терезе Мэй. С одной стороны, эта тема еще актуальна, с другой стороны, вроде бы как не собрали достаточного количества голосов, но, опять же, я думаю, что еще не вечер. Мы не знаем, как будут меняться настроения дальше, а настроения среди верхних эшелонов власти Англии меняются очень быстро. Мы в этом убедились еще на прошлой неделе, когда буквально через три часа после того, как было подписано соглашение о Брексите, три министра подали в отставку. Ну, похожая ситуация, друзья, возможна и сейчас, потому что в кабинете в ближайшем окружении Терезе Мэй по-прежнему сохраняется хаос. В общем, риск Брексита – это негативный фактор для евро. Второй момент – это голосование Еврокомиссии, точнее, решение по поводу Италии, из-за того, что они не соответствуют бюджетным правилам. Сегодня мы дождемся, собственно, этих действий, неизвестных буквально никому, друзья, для всех. Это загадка, как будет влиять на Италию Еврокомиссия. Но в любом случае вы должны понимать, что это своего рода такая карательная мера, дисциплинарная мера. Она не может привести к каким-то положительным последствиям для евро. Поэтому европейская валюта, на мой взгляд, сейчас оправдно снижается, но это нисходящее движение должно быть, на мой взгляд, еще более крутым. Поджидаем евро-доллар в районе отметки 1.12. Я думаю, что этот уровень также пойдет. Да и в целом ситуация сейчас в отношении риска развивается очень неплохо. Я думаю, что если картина не изменится до конца этого года, 2018 год будет очень классным для долгосрочных сделок. Друзья, мы заработаем очень много денег по отдельным инструментам. Уже удалось нам пофиксить профит. Но по другим активам мы очень близки к цели. Но я думаю, что еще не стоит упускать из внимания предновогодние ралли, которые будут способствовать этому. По фунту, ну, в принципе, по евро я уже объяснил ситуацию сложившейся машине Брейзита. По британцу она еще более актуальна. 1.2787 снижение продолжается. Вчера на пресс-конференции председателя Банка Англии Карни очень много наговорилось именно о том, что ждет английскую экономику. Карни признал то, что сейчас вероятность жесткого Брейзита высока как никогда. И, собственно, монетарный кабинет работает над этим сценарием, как стрессовым сейчас. И, в принципе, готов к тому, что этот сценарий будет реализован. Поэтому здесь сохраняем тоже лишь одни продажи. Доллар-иена восстанавливаемся. Мы уже в одном шаге от 113. Сегодня статистика может поспособствовать дальнейшему росту. Вроде бы как рынок успокоился касательно темы отношений США и Китая. Хорошо, значит, давайте не будем к ней возвращаться. Сейчас смотрим только на статистику и ждем, собственно, роста доллара в расчете на то, что сильный отчет приблизит нас к неизбежному декабрьскому решению резерву вопроса процентных ставок. Американская фонда снижается, многомесячные минимумы буквально по всем основным инструментам NASDAQ, S&P, Dow Jones. Если 30, то тот же самый Dow Jones. Друзья, 24 523 пунктов сейчас. 500 пунктов нам остается до нашей цели. Я уверен, что мы ее сделаем. Сейчас можно говорить и про давление на рынок технологического сектора. Посмотрите, что происходит с акциями Apple. Посмотрите, что происходит с финансовым сектором. Я вчера допускал риск того, что если нефть все-таки попробует сделать цель 60 долларов за баррель, энергетика также потопит американскую фонду. Именно это произошло. Самые серьезные потери, кстати, энергетического сектора больше 3% и соответствующий якорь такой вниз еще для индекса. Цель по Dow Jones ясна. Друзья, тоже хочется поделиться с вами интересным заявлением от JP Morgan, который выпустил, написал, опубликовал статью, где рекомендует американским инвесторам переходить в кэш, потому что на прежние прогнозы роста американского фондового рынка абсолютно несостоятельны. И те, кто смог заработать на прежнем росте, это не благодаря трезвому, адекватному расчету того, что фундаментальная картина только лишь улучшается и прибыли американских корпораций будут расти. Заработали только лишь потому, что повезло. Американский фондовый рынок давно уже был в состоянии перекупленности. И вот, пожалуйста, сейчас столько негативных факторов, которые привели к этим распродажам. Австралиец 0,7230, друзья. Хорошо, что откатили. Я, честно говоря, выдохнул в связи с этим. Филипп Лоу вчера на пресс-конференции снова отметил, что ставки будут оставаться низкими, поскольку они соответствуют ценам по экономическому росту инфляции. Но этот мягкий комментарий был нам необходим, друзья, потому что мы понимали, что австралиец несколько неправильно ведет себя с учетом того фундамента, который на рынке складывается. Но, возможно, сейчас на настроении трейдеров, я надеюсь, отчасти повлияла и риторика Филиппа Лоу, а не только, лишь общее тотальное неприятие риска. По австралийцу, друзья, ждем 0,70. По новозеландцу мы также снижаемся, но по новозеландцу я предлагаю все-таки не ждать цели в районе 0,65. Давайте, если откатим, правильно, 0,67, все-таки пофиксимся, выйдем и оставим актив из-за валюты стран Океана, не только австралийский доллар, потому что австралийцы, новозеландцы движутся синхронно. Не хочется, чтобы, опять же, австралиец непонятным образом через какое-то время развернулся, и у нас было в моменте две убыточные позиции. В общем, ждем еще небольшой коррекции, около 90 пунктов до цели 0,67 по новозеландцу. Фиксируемся и порвуем только австралийцам вот из этих инструментов. Доллар канадец 1,33. Друзья, у меня уже запас прочности не так велик. Я возлагаю большие надежды на завтрашний отчет по инфляции и по роничным продажам, точнее, на пятничный отчет. Если и по факту этих релизов канадец не сможет укрепить свои позиции, тогда, честно говоря, я плюну на этот дуэт финансовых инструментов, и какое-то время вообще не буду возвращаться к канадцу, потому что, честно говоря, друзья, канадский доллар, вот сколько я себя ловил на мысли не залазить в этот инструмент, но все-таки велик был соблазн, приходилось снова приобщаться к торговле. В итоге снова вот это коварство, которое мы сейчас наблюдаем. По рынку нефти, конечно же, все располагает к тому, чтобы котировки какое-то время еще снижались. Это хорошо для нас, потому что мы продавцы нефтянки, но я искренне верил в то, что канадец сможет на первую линию, скажем, влиятельных, стимулирующих факторов для себя поставить не нефть, пусть она пошла бы вторым планом, вторым номером, а перспективу повышения процентной ставки. Но, судя по всему, канадцу абсолютно все равно, что происходит с монетарной политикой, он не замечает ни рост процентных ставок, а следит лишь за ценами на нефть. Соответственно, друзья, еще раз повторяюсь, если до пятницы разворота по доллару к канадцу не произойдет, я буду закрывать позиции. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Завтра нам, как и всегда, снова будет о чем поговорить, тем более, что день обещает быть интересным. Жду вас, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова